Уже 18-й, но все еще молодой душой. Это традиционный международный турнир по тяжелой атлетике под узнаваемым брендом «Янтарная штанга», прошедший на помосте муниципальной спортивной школы по силовым видам спорта в Калининграде с особым размахом. Шутка ли, с уже 70 участников как из-за рубежа, так и из регионов России. Все вместе почтили память героя штурма Кёнигсберга, известного калининградского диктора-информатора, спортивного журналиста Эрика Цирика. Именно как Власов, Жаботинский, Давид Адамович Ригерт, они с особым трепетом относились к этому человеку. Когда он комментировал, они подготавливались к рекордам, именно когда Эрик Исаакович брал в руки микрофон, и он их мотивировал на новые результаты. Для нас это очень знаково, это преемственность поколений. Ты всегда знаешь, что в мае на этом помосте будет яркая и бескомпромиссная борьба. Человека и железо. Тем и славится тяжелая атлетика, что, как говорят сами силачи, со штангой не договоришься. Ты либо готов, либо нет. Это одна из причин, по которой американка Эшер Брайант стала заниматься этим видом спорта, причем увлеклась им в России, где уже три года работает переводчиком. Хочется быть независимой, быть сильной всегда и везде. Я имею в виду сильной физически. Другая интересная гостья прибыла в Калининград из Португалии, где этот благородный олимпийский вид спорта развивается, скажем так, эпизодически. В почете все больше новомодный кроссфит, да и сама Лени Нуниш изначально состоялась как легкоатлетка. Но уже полтора года тренируется под руководством Андрея Жакина и небезуспешно. На янтарной штанге она установила национальный рекорд, суммировав в лучших подходах 204 килограмма. Видимо, настрой ей очень помог. Я чувствую себя очень хорошо, но все-таки немного нервно. Русские люди очень сильны в тяжелой атлетике, как и в других видах спорта. Хочется показать себя с наилучшей стороны на этих соревнованиях. Помимо достижений португальской спортсменки, были здесь установлены и отдельные молодежные рекорды Эстонии, а также ряд выдающихся личных результатов, в том числе выполнения спортивных нормативов. Абсолютным чемпионом соревнований стал недавний триумфатор первенства России Дмитрий Наумов. Подопечный Дмитрия Лапикова собрал отличные 310 килограммов в рывке и толчке. Дмитрий Лапиков – это действительно живая легенда, та легенда, которая находится с нами в Калининградской области. Это очень здорово, когда молодые спортсмены могут увидеть перед собой пример и стремиться к его успехам, к его достижениям. Тем более, он сейчас возглавляет федерацию по тяжелой атлетике в Калининградской области, поэтому я думаю, что у него все получится. Будет и 19-й, и юбилейный 20-й турнир, и далее, далее, далее. Ведь атмосфера дружелюбия и особого отношения к тяжелой атлетике пропитала эти соревнования навсегда. Тем более, что в планах организаторов возвращение янтарной штанги мастерского статуса и внесение этого мемориала во всероссийский календарный план. Продолжение следует...